В Кунгуре директор местного ДК устроила забастовку и голодовку. Женщина заперлась в котельное учреждение и заявила, не выйдет оттуда, пока в здание не дадут отопление. Готовы ли березняковцы пойти на столь крайние меры в борьбе за долгожданное тепло, расскажут корреспонденты нашей программы. Это новости на ТНТ, в студии Андрей Фадеев, и вот главные темы дня. Эвакуация и маневренный фонд. Накануне вспыхнула крыша 42-го дома по проспекту Ленина. Я куда вот сейчас с дремя детьми? Куда? А они все ждут, когда все березняки будут согреты теплом коммунальщиков. Комары летают, мушки летают, все сырое, все. Страшная находка. На одной из городских мусорок прохожие нашли детский гроб. А было ли тело? Начну выпуск с самой горячей во всех смыслах темы минувших суток. Накануне в центре города полыхал жилой дом. На Ленина 42 полностью выгорела крыша, и вот кадры с места событий. На улицу, быстро. Кошка! 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 Они спасали домашних животных и в одних тапочках выбегали на улицу. Такого в Березняках не было давно. В огне крыша жилого дома. Пламя бушует на 150 квадратных метрах. Жильцы говорят, на их крыше жил не Карлсон, а бомжи. В этот вечер бродяги развели костер, решили погреться. Я их знаю, вообще они постоянно вот здесь вот тусуются, они сколько раз по мойку уже это поджигали. Сколько раз уже разговор был, что надо оттуда убирать все и всех. Никто ничего не чешется, никто ничего не думает. Вот сколько я их била там, уже бесполезно. Что это мне не заколачивал? Я позвонила в нашу КМВ, этот, управляющую сказала, заколотите все, а мы сгорим. Ничего вы не сгорите, там все закрыто. Что закрыто? Сейчас куда вы сейчас с тремя детьми? Куда? Огнеборцы успели эвакуировать жителей этого дома. Остались живы все. 14 машин и 48 человек. Огонь укротили за час. Благодаря работе березняковских пожарных пламя не тронуло квартиры. Пожар потушили и, как мы уже говорили ранее, к счастью, никто не пострадал. Однако уже сегодня стало понятно, со своими проблемами жители дома остались один на один. Евгения Кокшарова расскажет о последствиях пожара. Вот так выглядит чердак дома Ленина 42 после пожара. Находиться здесь страшно, перекрытия деревянные могут рухнуть в любой момент. По сути, сюда должны прийти рабочие из управляющей компании, чтобы все это разобрать. Однако жители дома со вчерашнего дня так никого и не видели. Видно, что потолок залит, да, он провисает, это, гордина. И вот, пожалуйста, грибок, вот он вам, весь черный. Как дышать и как нам на больничное не уходить. Наталья Слепокурова говорит, жить здесь невозможно. Вода, которую тушили пожар, потихоньку просачивается в квартиру. Стены влажные, дом обесточили. Ни электричество, ни отопление. До людей, попавших в беду, никому и дела нет. Ни вчера не брали трубку, ни сегодня управляющая компания. Хотя я вчера звонила, думаю, ну ладно, у них написано, что приемный день с посетителями, вторник, четверг. Вчера понедельник был, ну думаю, не берут, значит, где-то отопление проводят в конце концов. Но сегодня вторник, они опять трубки не берут. Управляющая компания не реагировала, и когда жители просили закрыть чердаки, чтобы туда не лазили бомжи, дом 1939 года постройки и без пожара рушился на глазах. Жили год без управляющей. Летом дом перешел в ведение компании «Уралмонтажстрой», но ничего не поменялось. Никто нас не собрал, не сказал, что намечается. То ли ремонт крыши будут делать, когда тепло включат. Жить, ну вот ладно, у кого-то есть возможность уйти к родственникам, а у кого нет, где жить. Как нам удалось выяснить, на помощь Погорельцам готова прийти администрация. Людям уже предоставляют маневренное жилье. Вчера, значит, был сразу же по работам вечером вопрос о возможности расселения граждан, так сказать, в пункты временного размещения. Для этого договорились с гостиницей по Ленина 47А по предоставлению комнат из расчета, из одной комнаты на 4 человека. Ремонтом крыши будут заниматься тоже представители городской администрации. Хотя деньги жильцы платили управляющей компании «Уралмонтажстрой». Жильцы говорят, пожар произошел именно по вине коммунальщиков. И сегодня подвиги управляющей компанией «Уралмонтажстрой» обсуждают по всему городу. Десятки березняковцев сидят без отопления. Сейчас наш корреспондент Екатерина Кравцова работает по адресу Калинина, 24. Туда тепло тоже не дошло. Катя, как у вас дела? Да, Евгения, мы уже пообщались с жителями. Люди живут в режиме стихийного бедствия. Дома ходят в верхней одежде. У многих маленькие дети. Жить в таких условиях просто невозможно. Сейчас почти в каждой квартире работает обогреватель, но старенькая проводка может попросту не выдержать. Комары летают, мушки летают. Все, все сырое, все. Вон, все обои отходят. С покупкой обогревателя Елена Бабынина не спешит. Все надеется. Тепло вот-вот в ее квартире появится. Такими завтраками не первый день кормят женщину в управляющей компании. Но эти обещания греют только душу. Сказали, ждите до первого числа. Сегодня третье число. Сегодня вот утром что-то там брякнуло, стукнуло, все. В свою управляющую компанию «Уралмонтажстрой» она звонит чуть ли не каждый день. Но в ответ только гудки. Все это бесполезно. Сегодня за ответом в сопровождении нашей съемочной группы Елена отправляется в офис компании. Надеется, хотя бы под прицелами камер добьется ответа от коммунальщиков. Я замерзаю. Адрес какой у вас? Каменьево 24. У вас идут ремонтные работы. Чего? Откачивать вам будут сегодня-завтра воду. Менять задвижки. А это что вы делали? Я не знаю. Я бухгалтер уходил. У нас обед. Ходите. С нами разговаривать не захотели. А в разговоре, который шел за закрытыми дверями, бухгалтер управляющей компании на повышенных тонах пыталась снять с себя всю ответственность. Дайте тогда номер телефона директора. У меня нет номера телефона директора. А как вы тогда общаетесь? У вас администрация города будет делать завтра сегодня работу по недвижкам. Почему они будут делать? Потому что мы не успеваем. Видимо, поэтому и не успевают. В управлении нерадивой компанией находятся 48 многоквартирных домов. Елена Бабынина решила не медлить и начала бороться за свои права. Свой список претензий она уже отправила на адрес компании и в прокуратуру. Екатерина Кравцова, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ. Свои жалобы на холодные батареи березняковцы уже адресовали администрации города. Напомню, с 1 октября начала работу горячая линия и за три дня работы поступило уже около 200 сообщений. Если в ваших квартирах по-прежнему нет тепла или отопления, дано частично, все свои претензии и жалобы вы можете направить на телефон горячей линии по короткому номеру 112. Там звонки березняковцев уже начали фиксировать. Первый день было, это было воскресенье у нас, 1 октября, было 60 обращений граждан. За 2 октября у нас 116 обращений и на сегодня, вот на 15 часов, уже 37 обращений граждан. Эти обращения мы все записываем себе в бумажном виде и передаем в управление городского хозяйства для принятия мер. Больше всего жалоб поступило на управляющую компанию «Уралмонтажстрой». 90% домов, где нет сейчас отопления, находятся именно в управлении этой компанией. Свои обязательства коммунальщики не выполняют, подтвердили нам в единой диспетчерской службе. Поэтому сейчас все работы по запуску отопления легли на плечи администрации города. К другим темам. Рядом с мусорными баками по улице Ключевой березняковцы обнаружили жуткую находку по виду, напоминающую детский гроб. Шокирующее видео на нашу почту пришло буквально перед самым эфиром. Странный предмет привлек внимание не случайно. С виду детский гроб, но выглядит нестандартно. Да и надпись на крышке необычная. Внешне похоже на гроб, но я думаю, скорее всего, это либо какой-то театр, может быть, использовал в своей деятельности, либо какая-нибудь студия. Мы дали посмотреть это видео представителю ритуального агентства. С атрибутами похорон Олег Мальцев сталкивается каждый день. И эта находка, по его мнению, не имеет никакого отношения к захоронениям. Бояться точно ничего не стоит, потому что явно в этом гробу никаких тел не было, потому что это бутафория. Даже по высоте можно определить, что в него усопший не поместится. Однозначно мы можем об этом сказать. Поэтому бояться, думаю, людям нечего. По-видимому, это чья-то злая шутка, которая не удалась. Мобильный репортер обращается через нашу редакцию к владельцу бутафорского гроба с просьбой больше не бросать подобные вещи под ноги впечатлительным горожанам. Елена Суханова, Екатерина Кравцова, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ. По всей стране начался осенний призыв в армию. А вот пятерка березняковских школьников решила попробовать на вкус армейскую службу раньше времени. Наши юнормейцы из восьмой школы вернулись из всероссийского военно-патриотического лагеря. Они отлично показали себя на Дальнем Востоке и поделились своими эмоциями с нашей съемочной группой. Более двух тысяч юнормейцев из разных городов России провели незабываемую смену в живописном месте в Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. В их числе и Березняковская пятерка сильных и мужественных. Кстати, трое из них, как ни странно, девочки. Новое знакомство и море впечатлений. Вот что ребята привезли с собой в родной город. Это такое шикарное место, когда ты просыпаешься и просто сразу перед тобой море. Там воздух, климат. Это вообще все непередаваемо. Столько разных детей, вот людей интересных, с которыми хочется пообщаться, с ними познакомиться. В лагере были дети со всех уголков России. Каждый из них был индивидуален и интересен собой. Не привели нам любовь к военному направлению. Мы там пережили такие эмоции, которые, мне кажется, никогда у нас не иссякнут. Все время будем помнить об этой смене. И когда мы только туда приехали, у нас сразу глаза разбежались, что такой центр. Это просто вау. Но наслаждаться красотами времени практически не было. Подъем в 8 утра, отбой в 10 вечера. Ни минуты покоя, как на настоящей армейской службе. Строевая подготовка, сборка-разборка автоматов, тактика, медицина, история. И если раньше коньком наших юнормейцев была строевая, то теперь они неплохо подтянули теорию и практику в других военных дисциплинах, например, в рукопашном бое, что нам и продемонстрировали. Этот отряд буквально влюблен в военно-прикладное искусство. За три года в копилке ребят призовые места с городских и краевых соревнований. А теперь багаж наград пополнился новыми достижениями. Грамотами, значками, шевронами и беретами. Это васильковый берет, который является высшей военной для нас наградой. Вместе с этими беретами мы получили сертификаты на право выношения. Это берет президентского полка. И это далеко не последнее достижение. Впереди у Березняковской команды «Форпост» новые успехи, ведь они влюблены в свое дело и отступать не намерены. Может, кто-нибудь из них в будущем посвятит свою жизнь защите Родины. Александра Зеленина, Степан Некрасов, Новости на ТНТ. Кружки и секции по талонам. В этом году в нашем городе появилось новшество. Бесплатное дополнительное образование по специальному сертификату. Правда, только для учащихся с третьего по девятой классы. Такой именной сертификат на нынешний учебный год каждый родитель школьника может получить у классного руководителя. Сам сертификат нужно оставить у себя. Это официальный документ. А вот отрывные талоны розового и голубого цвета, разделенные по кварталам, направляются в учреждение, куда будет ходить ребенок. Можно выбрать сразу два бесплатных кружка. Если сегодня школьник выбрал для себя какое-то учреждение дополнительного образования и начал туда ходить, и что-то ему в этом не понравилось, учреждение, то он опять же может проголосовать ногами и уже в первом или во втором квартале выбрать другую для себя услугу. Поиграл на гитаре, может быть, будет заниматься чем-нибудь другим. Макраме или ездить на баги. Пока можно воспользоваться услугами дополнительного образования только в тех секциях и кружках, которые находятся под ведомством управления образования. Их девять. Но в будущем этот список должны дополнить и учреждения культуры и спорта. Основная масса ребят получит эти талоны до 4 октября. Если вдруг случится так, что ребенок, родитель не сможет получить сертификат вовремя, то мы готовы будем выдать сертификаты на день, на два позже. Федеральный проект «Доступное дополнительное образование для детей» будет дополняться и развиваться. Более подробную информацию можно получить на сайте комитета по вопросам образования. Ссылка сейчас на ваших экранах. Рады тому, что теперь каждый березняковский школьник с 3 по 9 класс может бесплатно открыть в себе ученого или музыканта, а может и того и другого сразу. Екатерина Кравцова, Александра Зеленина и Сергей Коленик. Новости на ТНТ. Настоящая зимняя сказка наступит очень скоро. Синоптики прогнозируют достаточно комфортную погоду грядущей зимой, но без резких перепадов температуры не обойдется. А чтобы встретить капризную пору во всеоружии, обязательно посетите меховую ярмарку «Зимняя сказка». Богатый выбор и внушительные скидки непременно вас порадуют. Невероятно приятный на ощупь и очень теплый мех лисы, норки и енота согреет вас этой зимой. От классических элегантных до ярких и необычных модельный ряд удовлетворит любой, даже самый взыскательный вкус. Норковую шубу вы можете взять в рассрочку, всего за 2100 рублей в месяц без переплаты. У нас на выставке представлен большой ассортимент норковых шуб, а также шубы из меха нутри, енота, каракуля, мутоновые шубы, мужские и женские дубленки, головные уборы и жилеты. Обратите внимание на шубы из мутона и невероятно теплые дубленки. На выставке продажи оптимально сочетаются цена и качество. Меховая ярмарка работает напрямую от производителя, а значит цены не кусаются. Да и о качестве уже давно никто не спорит. «Зимняя сказка» зарекомендовала себя среди березняковских модниц. Кировская меховая фабрика «Зимняя сказка» откроет свои двери всего на один день – 4 октября с 10 утра до 7 часов вечера. На выставке также представлен широкий ассортимент мужских дубленок – от 7 тысяч рублей. Внимание, самая выгодная акция осени – пальто и куртки из ококожи от 5 тысяч 900 рублей. Александра Зеленина, Елена Суханова, новости на ТНТ. Накануне жители Березняков заметили на улицах города толпы бегающих людей. Они тщательно фотографировали каждую городскую достопримечательность. Нет, это были не папарацци, а березняковская молодежь. Для студентов и школьников Дворец молодежи организовал увлекательный квест-фотомарафон. Репортаж Евгении Кокшаровой. Словно шпионы они прочесывают город. Несколько минут назад получено задание. Спецагенты из команды 8-й школы сразу определились со своей миссией. Мы разделились на две команды по два человека. Они сейчас идут фоткать Дворец Ленина, мы идем фоткать Авангард. Задача найти объект, часть которого изображена на фото и в один щелк, собрать снимок воедино. Дворец Ленина и Авангард – первые точки спецзадания. Вообще сложно, очень сложно. Почему? Не знаете родной город? Да нет, все нашли, все места. Сфоткать не можем. Не фотографы. Но важно еще и сделать оригинальный снимок с Березняковскими арт-объектами. Какой этюд пытаются изобразить студенты политехнического техникума у Железной Леди, сказать сложно. Инпровизация. Вы в танцах. Парни из техникума, ребята физически подготовленные, преодолевают расстояние на своих двоих. Мы спортсмены. Школа 2. Сквер любимого культурно-деловой центр. Ох же, пришлось участникам побегать. Команду школы номер 3 мы встретили в общественном транспорте. Ну а что, правилами это не возбраняется. Сложно передвигаться по городу. Очень быстро нужно укладываться время. Поэтому решили прибегнуть к поездке на автобусе. До конца марафона остался целый час. Но уже почти все команды справились с заданием. Больше всего вопросов вызвал вот этот снимок. Даже мы бы не могли понять, что здесь изображено. Но если приглядеться, можно узнать на этой фотографии площадь фронтовиков. Нарушения были, да. Была одна хитрая команда. Ребята вконтакте в группе спросили, отправили фотографию и спросили, а подскажите, пожалуйста, где находится это. Ну и естественно, ребята в нарушении. Минус балл. Итоги подводили несколько часов. Первыми в этом марафоне стали фотографы из второй школы. Серебро взяли студенты Березняковского музучилища. Третье место заняла третья школа. Организаторы пообещали задания. В следующем марафоне будут куда сложнее. Так что изучайте любимый город вместе с нами. Евгения Кокшарова, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы новости на ТНТ. Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.sobacamail.ru или по телефону 43 17 11. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Это были главные новости города. Впереди еще прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и только хороших новостей.